Я вас очень честно сказать, особенно тогда, когда я узнала, что вы, оказывается, сам, без художественной школы, без классического образования, ну, пишите классическое шикарно. Роберт Гельванов никогда не учился в художественной школе. Пейзажные техники он изучает самостоятельно, с помощью интернета. Молодой человек всегда пишет с натурой. Он берет краски и идет на природу даже в самую морозную погоду. Ведь температура за окном не мешает вдохновению, уверен Роберт. Вышел в свободное время, если есть желание, взял этюдник, холст и пошел. Надо стараться в основном делать сразу же, то есть полностью всю работу. Потому что состояние меняется, каждый день можно, допустим, даже вроде солнечная погода стоит, но все равно на следующий день может что-то поменяться. В принципе, уходит примерно 2-3 часа на такую работу. Самой юной художнице всего 2 года. Большая часть представленных картин – работа начинающих пейзажистов. Благодаря влечению Таисии Зиминой члены ее семьи тоже стали приобщаться к искусству. Я еще не рисовала на большом формате. Для меня это было очень сложно. Я боялась, что у меня не получится. А у меня все получилось. Мама смотрит на мои картины и говорит, что я тоже хочу нарисовать, но я боюсь. Художники – участники творческой группы «Артефакт». Это не первая выставка объединения. Свои работы они выставляют в учреждениях культуры и мастерских. Люди искусства считают, что научиться держать кисточку в руках можно в любом возрасте. Мы все сплоченные настолько, как одна семья. Кто приходит к нам, новые участники, а их бывает очень много, говорят, что это как вторая семья, как второй дом. Потому что атмосфера здесь настолько трогательная, настолько дружелюбная. Мы понимаем друг друга не просто там с полуслова, с одного взгляда. Некоторые юные художники впервые выставляют свои картины. Общение с единомышленниками и обратная связь от посетителей помогут им продолжать развивать навыки. Выставка в историко-краеведческом музее будет открыта до 14 января. Карина Анисимова, Ольга Смениханов. Время новостей.